всех приветствую мои родные любимые сердцу моим дорогие христолюбчики и братья и сестры во христе и все люди на земле всем желаю всего самого радостного доброго счастливого чтобы все у вас было хорошо чтоб все у вас было ничего вам за это не было чтобы вы радовались улыбались веселились ничего не ждать не не знали нужды и всегда во всем были осыпаны богом отцом нашим творцом создателем родителем господом и богом нашим иисусом христом который есть бог пребывающий всячески во всем сегодня у нас такой комментарий от филатея боголюбова нравится мне и ник может быть настоящее имя кролику евангелие от марка 2 глава с 1 по 13 стих божьего спрощать грехи над человеком знаешь как я горевала что мало понимаю евангелие и при этом уже некого спросить церковным писателем и проповедником верить уже не получалось потому что со временем начались подозрения что они внесли много искажений в учении иисуса например в этом видео ты сказал замечательную вещь от закрывается не снаружи и в самом и в самом деле от закрывается не снаружи а снутри сами грешники закрываются там запечатываются не ходите к нам у нас тут отличный дебош и в самом деле разве христос где-то говорил про рассуждение грешника на вечной муки окончательно и бесповоротно а в церкви это догма ну не в церкви а в религиозных организациях типа православия католицизм протестантизма и любой и же с ними секты поэтому для меня твои проповеди это она самая благая весть которая дает возможность начать жизнь по евангелию от иисуса а не по сектантским выдумкам слава богу что хочется сказать слава богу и слава богу действительно что это так по поводу бога любовь и вечных мук на самом деле конечно в евангелие вот возьмем матфея огромная известная речь иисуса начинается где-то с двадцать третьей главы когда его с двадцать четвертой главы когда его спрашивают о храме вы помните иисус рассказывает о последних временах как что будет как что чего бояться чего опасаться и постепенно иисус переходит ну естественно последние времена связано с его вторым пришествием на эту землю в мир лежащий возле и иисус рассказывает о суде прежде всего он рассказывает о суде над христианами о суде над пастырями которым должны было раздавать хлеб они ели пили веселились и били тех кто им был верен да иисус рассказывает о нерадивых христианах изображая их девами юродивыми плохими и хорошими да по простому скажем иисус изображает христиан еще некой притчи о талантах всем розданный а некоторые закопали его вышла съехал иисус рассказывает еще одну притчу о том как все тот кто не принес был выкинут во тьму внешнюю да затем иисус рассказывает о суде над всеми народами о том что когда он сядет разделять овец от козлов добрых людей от злых из всех народов неважно сначала спрос сначала суд начнется с дома божьего ну что все остальные будет по и мерке так скажем должны быть по их мерке да иисус расскажет прекрасный образ того как это будет происходить на самом деле хотя конечно слуш никого судить не будет просто все явится каждый будет тем кто он есть и сейчас мы можем скрывать свои грехи что все будет на нашей внешности видно на наш так скажем внутренности да то же самое как сейчас всякие с красивым умный станом ровные до сильный мощный крепкий талантливый да то же самое будет и потом духовное душевное тело как хотите будет иметь вид и на этом теле грубо говоря его уровень его свет его красота его сила будет зависит от того каков сейчас наш также внутренний мир но это есть то тело которое просто явится наш внутренний человек иисус говорит что наделит по простому принципу кто делал добро ближнему ближний здесь вы помните притчу иисуса это что же меня не туда это абсолютно любой человек встречающийся те на пути жизни в области твоего видения зрения на расстоянии твоей руки или ноги и на расстоянии или в сфере твоего слуха вот кто такой ближний и потому как люди относятся к этим существам людям животным не важно достойным жизни радующихся жизни человек каждый и сам осудится или сам но сам осудится смысле и сам окажется там где он хочет потому что на этой земле мы творим тот мир который мы хотим который мы хотим чтобы пребывал в нас естественно проецируется на внешний мир и мы хотим чтобы мы были в таком мире и все вокруг были такие же тогда я буду вечном раю потому что я святой и вокруг такие же я добрый и вокруг добрый я честный и вокруг честно я открытый и вокруг открытые люди а чем заканчивать заканчивает иисус свою речь большую и пойдут эти в муку вечной а праведники в жизнь вечную то есть иисус не говорит что он их пошлет заметьте как написано обратитесь это 25 глава ивангелет матфея самые последние стихи я вам все стараюсь показывать сюда дальше начинается 26 глава но вы все это увидели на экране я вам так скажем и контекст показал у меня все с иллюстрациями все тексты можете обратиться сколько раз можно объяснять но придется видимо мне до этой очередной земной телесной смерти это делать пойдут в муку вечной слушайте почему вы такие тупые почему в реальной жизни когда касается иисус не зря всегда любил пользоваться примерами жизни я этому научился у бога явившихся во плоти но подойдите к любому человеку особенно знакомого вам плохому или хорошим сделайте несколько экспериментов эксперимент подойдите к алкоголику и скажите слушай завтра в соседнем дворе будет бесплатная разливуха там соберутся все там кто любит это дело да там будет сигареты бесплатно раздаваться дебош будет драки пьянки веселуха полный беспредел и все на халяву и а через двор соберутся музыканты такие оркестровые цивилизованные люди поговорят о литературе там пообщаются все бутинно мирно благородно как вы думаете запойный алкаш он в какой двор пойдет ну и скажите на ряду за попротив нельзя культурным не проделка алкоголиков до налево и направо скажите вот завтра вот ты в этом там конуре живешь да где там в подъезде в подвале бомжуш вот двор налево есть там вот такая будет тусовку двор направо будет другая куда пойдет человек этот наркоману скажите там вот притон есть соседнем доме и там вот есть да люди цивильные добрые там помогают нуждающимся он в какую квартиру пойдет в ту или в другую который только мечтает что о дозе а таких же как он с которым ему хорошо где не вместе это выпить начало слышь пошли сходим пойдем бабушку ограбим телефон отнимем куда он пойдет или тем кто сами идут и бабушки покупают продукты на единственную стипендию кто куда пойдет этот наркоман куда пойдет до добрый человек который любит животных ему говорит слушай там вот скотобойня да там можно зарубить животное сожрать его прям свежатинку прям не жарю прям свеженько живой и скажешь слушай вот там есть приют там животным помогают кормят там нужные руки и финансы куда пойдет настоящий человек который любит живые существа все божие творение он пойдет там где все в кровище жрут чуть ли не сырьем или шашлычки жарить все лошу убивают потрошат и потом все это пожирают или туда где видят живые существа живые не мертвые до смотрят им в глаза радуются жизни играются с ними и друг другу дарит радость чем и проявляется любовь куда пойдет этот человек неужели так сложно понять что бог никого не судит неужели так сложно понять что бог бог воспитывает нас и придумал школу жизни 1 2 3 5 класс 10 не заканчиваешь класс не переходишь другой разве в реальной жизни у нас не было школы с не было институтов нас не было работы не прошли экзамен на доброту к животным не попали в следующий класс так и будете сидеть в первом классе попали все вы уже перешли вас туда туда не только гарпуном замерто можно скинуть вы никогда в жизни это не сделаете вы не делать это не потому что законе божьем написано вы понимаете что я в этом аду не хочу жить не то что вечно и минуты больше я кайси больше этого никогда не делаю я когда-то мог что-то не свое даже плохо лежащие вроде на улице взять я никогда этого не сделаю ну правильно меня поймите можно взять какую-то вещь попытаться даже вернуть какой-то там телефон ты нашел знаешь что ты как раз вернешь и ты берешь чтоб кому подождать звонка или попытаться найти хозяин потому что конечно кто-то как раз поднимет тот же самый кошелек или еще что ты понимаешь что а че бог послал помочь человек то есть может добрыми намерен со злыми вы понимаете сейчас допустим говорю о добрых моментах да вот так не значит все стороной обходим если ребенок сидит плачет потерявшись не значит и не мой это мимо идешь да надеюсь вы все эти вещи уже давно разумно понимаете ну или вот как видите приходится объяснять разве это так непонятно настоящий грех это то что человек признал злом для себя и для окружающих отрекается от этого и все эти там начинают сказки нет там долбить меня тоже ой да я тогда буду почитать добром вот это зло на вот и на но кто почти истина она просто есть ты можешь конечно назвать в своих глазах ведь тот кто делает зло зачастую выдает это за добро для себя потому что бог то внутри него и он сам обличается но для себя для других пытается выкрутиться и зло назвать добром да ну господь горит такие в каком плане ничего из этого не вы ты наступишь на свои грабли тебя будет окружать такие же мрази как и ты и ты вкусишь плоды дел своих и только человек познавшись что жить можно в любви в радости в совершенстве в открытости в честности он понял и увидел что бог придумал этап жизни да мы здесь страна страдаем и мучаемся до ныне сам иисус говорил доколе буду терпеть вас да и все равно бог явился в плоти чтобы дать нам пример жизни и мы точно так же мы конечно светим до поры до до времени но будет разделение господь сказал что знать не знаете но павел говорил тоже до другими словами прознесу слова павла что не знаете что приготовил бог любящим его до любящим кто бог есть любовь истина свет радость мир бессмертие кто вот любит это все возлюби истину павел тоже красиво говорил что такую истину тот кто возлюбил все это светлое начал к этому стремиться вот он и найдет все это вот и все и каждый идет туда куда он хочет и бог разделяет и точно так же как в современном мире посмотрите на индию какие там касты до сих пор существует там есть касты кто знает и там до сих пор они никак с ними не могут расстаться при всей культуре казалось открытом индию это страна добра тоже пожалуйста даже махатма ганди известный не смог победить этот этот это зло это не просто там абсурд предрассудки это зло люди делят друг друга уничижают да один выше другого и не может все ты родился у рабыни ты раб ты родился царем ты царь тарабы с родился рабочим ты рабочий ты не можешь перейти высшую касту ты никогда не станешь ты не можешь жениться там или выйти замуж за низшего уровня пожалуйста да известная личность достаточно махатма ганди что он смог в массе это разрушить ну в умах каких-то людей да но не в массе вот это же ужасно конечно ужасно каком небесном царстве может идти речь в этих людях вот и все мы сами идем туда куда мы хотим и бог действительно придумал этапы жизни и будут переходы точно так как как на этой земле мы можем друг от друга изолироваться попробуйте дотянитесь до элитных людей до них очень-то тяжело дотелиться у них охрана войска большие заборы и технически тяжело сделать и документальные как угодно да попробуйте это сделать да никак ты не сделать вот будет то же самое будут разделение иисус об этом говорил потому что вы знаете на все эти сказки горитая да ладно я там в аду поживу ничего страшного не ты не поживешь когда говно попадает говну и ничего хорошего вокруг нет он понимает что кто он такой когда вор воровал обижал овечек божьих нормальных людей в мире лохов как они говорят разводил бабушу грабил телефон отнимал там да как этих всех бизнесменов чпокал да когда он попадает к своим только почему-то сон здесь среди овец волчара ворует все хорошо у него и он герой то почему когда он попадает на зону не дай бог он у кого-нибудь стащит что там нельзя воровать в принципе там же все такие же заключенные ты своровал ты стал крысой все и тебя задушат в той же помойке он начинает думать слушай там я воровал не можно было хотя были законы закон сердца закон государства тут воровской закон закон тюрьмы усваиваем своих не воруй а чё это да там так не жил я сейчас сижу работаю бесплатно там за копейки они тоже что-то выполняется перчатки шьют на такие же каменоломнях грубо говоря но их возят на разные места они тоже что-то делают работаю бесплатно зла творить не могу кому слово скажи за слово ответишь нет перо под ребро к таково сукой назвал в миру он может он король он может себе позволить все с лохами а здесь с овечками божьими лохами их жаргон выражает овечками божьими нашим дитям дитям можем да на нас можно есть можно обидеть человека а там почему-то не можешь и ты сразу понимаешь лучше бы вынужден в этой жить боясь за свою жизнь и здоровье вынужден жить по нормальным более-менее законам своего не 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 грабь не обзывай на не насилуй и так далее так далее так далее и ты сразу начнешь понять когда некого не с кого содрать а более того ты порой попадаешь в ситуации того что ты сделал с другими это у тебя есть кто ты лох ты туда попал но ты самый низший в тюрьме в тюряги хотя тут ты можешь кто-то и был это ты будешь все и носить все отдавать у тебя может и стырит чего-нибудь просто заберут я образно ли ты слову не скажешь но по сути тебя в раза сварали просто даже публично даже не стесняясь зашли взяли ты ты шестерка это не твое там есть боссы им надо зашли взяли молчите прислали им надо ты ничего слова не скажешь ты муж как шестерка сидеть там у параши все сразу понимает вот о чем иисус говорит они сами пойдут и более того в том же сам евангелие от матфея вы прекрасно знаете этот момент я много раз на нее ссылался даже не буду вообще списание открывать кто хочет обращайтесь к моим чтением прямым текстов я даст просто цитируем да иисус говорил что оттуда можно выйти когда отдашься до последней копейки когда ты полностью расстанешься с мыслью о зле ты полностью раскаешься и решишь изменить свою жизнь возможно даже тебе что придется расплатиться показать претерпеть то что мы должны деятельно явиться упакование сотворите дела что еще почему придумали этот бред про протестанты там спасение поверь откуда у православных католиков все эти покаяния в кабиночках этот полотенчиками без достойных дел покаяния они конечно же вот филатей правильно написала ничего там евангельского в их учениях нету еще иоанн предтечи иисуса что вопиял во все горло покайтесь все верьте в иисус христа и сотворите плод достойных покаяния а кто не приносит плода такое дерево срубают и бросают в огонь вот вам все евангелие в одной проповеди она я всегда при тех чтениях это показывал ну понятно иисус потом вел то же самое поступать другим так и хочешь чтобы ты поступали с тобой в этом весь закон и весь пророки все а неужели это так сложно понять вот так вот поэтому конечно же бог любовь бог никого не наказывает бог всех нас воспитывает бог не хочет смерти грешника на штабу каждый грешник обратился и жив был на этой земле это будет в следующих этапах иисус никогда не говорил что он нам он сам произнес прекрасные слова никодиму когда когда с ним беседовал что я вам о земном говорю ничего не понимаете буду ли я вам там о небесном рассказывать что ты поймешь что если сусном не открыл так скажем всего хотя он произносил такие слова да понимаете ивангелие я знаю ты открыл вам все он имел до открыл все в этой жизни достаточно для того чтобы пройти эту иисус нам в первом классе дал информацию первого класса в первом классе не дают информацию десятого класса уж тем более институты уж тем более задания по работе если ты еще не на работе в этой жизни нам достаточно принять примириться с богом что бог есть бессмертие я вечный бессмертен я так жить буду всегда и вот как я хочу жить вечно радоваться или страдать выбирать мне я свободен поэтому выбери добро любовь мир радость и будешь счастлив будешь пребывать в благо бытие вечном счастье или в счастливой жизни что с греческого и переводится благо бытие вот так вот все очень просто сколько мы будем жизни жить какие-то этапы как оттуда куда будет переходить по какому времени как там расплачиваться я вам говорил лучше этого не знать достаточно в этой жизни понять как мы надо вляпываемся расплачиваемся переинтерпретируйте это посмотрите на тюрьмы на зоны на психушке на долги и там в жизни все можно понять бог нам дал все для понимания и мозги и жизнь саму все ток включите и так что конечно же все очень просто бог действительно любовь никого некие вечные муки не писать сами идут а почему вечные муки на в этом я то что разве общем даже иисус употребляет это слово вечные муки в том же сам в контексте в котором он говорил что часа в котором придет никто не знает только отец небесный что это значит почему никто не знает часа почему даже иисус он не знает как вот образно говоря как человек да потому что я не знаю вот мой сосед сидит вот что он сейчас сделать налево пойдет или направо покаяться или сотворить зло или сотворить добро я не знаю человек абсолютно свободен когда придет иисус когда настанет от на земле никто не знает почему только отец знает я вам говорил это антиномия так называемая противоположность есть такая много антиномий в бытие да вот бог казалось бы человек свободен как образ и подобие своего творца и может вот мы говорим сейчас о том об этом и говорим что делать то что хочешь но при этом якобы есть будущее действительно пророчества сбываются как это понять это образно это потенция да как бы бог все знает мы не можем никто не знаете не может дать определение даже понятие время кто изучал эти вопросы никто не знает что такое время что такое вечность что такое теория относительности что такое время относительно она вообще существует а почему она в разных областях разные почему она в космосе замедляется а кто отрицал и знал научного мира параллельные миры никто не отрицает это все тайны которые открываются просто бытием просто сегодня это есть и мы это видим завтра мы по бог погнем в новое бытие где все кверх ногами будут ходить или мы с вами будем с такой шерстью какими красивыми со ста крыльями это неважно в каком теле я одна личность вот что важно я должен быть святым все остальное это лишь проекция мира для радости и счастья бытия а вот это бытие невозможно без счастья если кто-то творит зло вот поэтому и должны все прийти во всеобщее покаяние все общее познание истины и творить одну любовь из себя извергать вот и все ибо мы вечны хотим этого или не хотим верим или не верим вот так вот вот по поводу вечных мух да иисус произнес эту фразу только вдумайтесь в читаетесь даже в тех писаниях которые мы с вами имеем пойдут сами пойдут чего навечно потому что иисус не знает когда человек захочется закоснивать у вас всех есть живые примеры в жизни я говорю перестаньте убивать животных бесполезно вот когда он покается может он будет вечным я же мы сегодня казалось бы говорю ну посмотреть что как это где вы же убиваете ничего не доходит до человек ничего вообще ролики показываешь сам сходи на скотобой ничего не работает сколько он в этом аду будет почему люди выходят из тюрьмы мы все кто общался с такими личным может в интернете видел многие зэки кто долго просидел выходит и уже совершают преступление любое лишь бы вернуться обратно он уже не может здесь жить среди этих людей таких более менее нормальных так назовем пусть даже тоже зачастую грешников но это уже вообще не его мир его мир там тюрьма клетка три на три сама тюрьма там 100 на 100 и вот эти вот в основном законченные ублюдки все люди потерявшие полностью истину бога любовь ничего доброго зачастую не знающий это его мир и он идет возвращается туда там он есть на каком-то месте там есть строжайшая иерархия за эти никакие не свободны в тюрьме не живут по строго иерархии я говорю от главаря до последнего парашника все свои законы наказание за который пожестче в миру чем да там мог сразу с тобой порешать тебя и он уже идет туда потому что здесь ему вообще не жизнь он не может также по-другому жить не хочет на самом деле конечно человек все возможно если он только если только захотеть вот так вот поэтому если воспотреблять такие фразы когда он захочет оттуда выйти посмотрите на живой пример я не просто так привожу это вдумайтесь то что я говорю есть такие люди полно таких людей посмотрите реальные истории забейте в интернете может быть кому встречалось кто хочет засвидетельствуйте комментариях под этим роликом если вы знаете таких людей реально такие люди идут назад алкаш пока он пьет идет в свои компании этих алкашей ему никто другой не нужен поэтому сколько они там будет сеть кто когда он бросит никто не знает никто и бога я тоже не знаю потому что этот человек свободен все зависит от его воли от его желания воли изъявления как он захочет так и будет и одно дело не сможет его всю горло запьет господи верую помоги моему не верю помоги мне я уже не могу сами настолько стал рабом страсти какой-то материальные вещи любого греха до зла там помоги мне бог из кто знает полно свидетельств когда люди исцелялись от всего от психических физических духовных зависимости телесных каких угодно да бог поможет от тебя нужно желание его полю к богу желание из бог конечно больше любит как это так можно выразиться до тех кто конечно сами себя делают вот но если ты уже не можешь уже стал рабом греха конечно вопи к богу чтобы он освободил тебя из рабства греха да это уже вообще раб но если ты хотя бы свободен в грехе то скажем да имеешь желание возможность силы не делать грех все эти а то конечно же такие ли только желание нужно вот так вот надеюсь все это понятно надеюсь истина вам открыта и вы ее свидетельствуете всем вокруг любите друг друга и а